и снова всем привет на канале Олег Нестер в Брест сегодня на солнышко птички поют плюс 17 градусов хотя дядя Олег так одет по-крепкому да жарко действительно и сегодня как бы небольшой такой сюрприз мы открываем цикл передач по обзорам материалов то есть то будет шпаклевки краски нескольких ведущих фильм будет интересная тема про матовый лак да будет сегодня вот именно я покажу как разводится краска вернее как подбирается краска и потом загоняется в баллончик чтобы было можно с баллончика покрасить нет я никого не агитирую красить с баллончика нет это видео скорее всего для тех у кого нету оборудования но машину нужно приготовить к техосмотру и хотелось бы это сделать так чтобы деньги все-таки были не зря выброшены а чуть-чуть машина походила на божеский вид следующем видео я покажу как покрасить без подтека ну а для начала для заряда доброго и хорошего настроения анекдот но анекдот такой недавно в коментах я его увидел вспомнил старый но очень смешной интерпретации тоже масса но мне нравится этот мужик в ванной стоит да короче штаны стирает ну никому верить нельзя сидит там бормочет себе да никому никому нельзя верить говорила же мне вот никому нельзя верить даже себе я же ведь только пухнуть хотел ну и познакомимся с нашим автомагазином сейчас я покажу как нему проехать но это для тех кто в бресте у нас да ну и брестской области то есть чтобы знали что такой магазин есть что что там можно купить какие операции там используются и заодно познакомимся с теми людьми которые там работают заставка пошла ну во-первых для тех кто находится в городе брест или там жабинка там бред прилежащие районы к бресту и часто появляются в местах в бресте да найти этот магазин совсем не сложно вот как вы видите улица у нас янки купала пересечения и гаврилова вот здесь проходит у нас станция короче где этот проходим техосмотр да ну как вот все знают сюда мы на техосмотр заезжаем а мы объезжаем ангарчик и сразу за этим ангаром мы видим этот чудесный магазинчик подъехать сюда просто подъезжаешь прямо к подъезду и вот он наш магазинчик часы работы ну и как я уже вам говорил сегодня пойдет речь о том как красочку разбавить вернее загнать в баллончик уже краску подобранную по цвет вашего автомобиля очень многие путают типа возьму красочку да в баллончике и покрашу ну синяя красочка значит синюю надо синий покрасили не всегда в баллончике цвет подходит именно к вашему автомобилю то есть именно у колориста у человека который занимается этому еще с ними поговорим будет в отдельном обзоре который занимается это целый технологический процесс то есть колор краски подбирается путем нескольких элементов красок то есть нескольких ее компонентов это может быть как и четыре там в простейшей краске так и до девяти компонентов сколько вот у вас больше встречалось всего компонентов 15-20 компонентов вот и представьте насколько у вас может не подойти краска если вы зальете просто цвет ну синий синий да зеленый зеленый но в каждой цвете в каждом цвете имеется очень много оттенков ну вот для наглядности как бы я не взял до тест вот посмотрите вроде бы серо-голубой металлик да посмотрите сколько оттенков то есть нереально готовую краску взять в баллончике нужно ее подбирать не хочу я никого подвигать на то чтобы красили баллончиками да красить все равно нужно из пистолета то есть пульверизатор но бывают такие моменты когда вам нужно пройти техосмотр нужно покрасить быстренько да там где-то коснули но у вас нет ни пистолета у вас нету не компрессора тут и выручает конечно баллончик то есть баллончик заправили баллончиком покрасили но чтобы это сделать качественно и хотя бы на троечку чтобы машина у вас не выделялся этот элемент он не был облуплен не был с потеками здесь уже нужно своя технология покраски то есть об этом мы поговорим на следующем уроке как бы приедем наш гараж дядя алёжа пожертвует дядю васина новое крыло и покрасит его ну и посмотрим вообще процесс этой технологии как что это делается в принципе вот так вот незатейливый выглядит аппарат для загона краски в баллончик да это как бы самый простой аппарат вот это у нас баллончик идет в баллончике уже есть все необходимые компоненты кроме самого цвета то есть кроме самой краски баллончик на 400 грамм то есть там уже есть растворитель остается загнать сюда краску краски сюда загоняется от 100 до 150 густой краски то есть чем гуще вам ее сделают тем меньше у вас вероятности потеков но и опять же появляется вероятность большого апельсина то есть тут уже выбирать вам можете вот так 120 загнать грамм тогда будет нормально ну и сами судите то есть на 100 грамм краски 300 грамм растворяющих веществ да то есть краска получается очень жидкой и укрылистой краски теряется считайте в два-три раза то есть баллончиком нужно очень аккуратно наносить завтра это мы все пройдем но сегодня посмотрим саму технологию вот цвет мы выберем произвольно чтобы меньше компонентов было какой-то ручным этого ориентировочно вот этот цвет 430 432 варианты возьмем просто темный да сделаем вот как бы смотрим по программке выбивается какая нужна краска вот допустим рено да номер цвета номер цвета забиваем нам выдает всю таблицу все оттенки которые могут быть мы возьмем просто допустим темный темный да но так как мы не подбираем на какую-то машину ну возьмем допустим давай вот эту да возьмем с темным так вот выбилась рецептура у нас это все что нам нужно но это я так понял на литр да нам нужно 100 грамм нужно 100 грамм давай 120 густой выставляем на весах какой объем обычно загоняется в баллон и 100 густой краска хорошо давай вот так и посмотрим потому что обычно везде 100 делают это как бы мы можем обычно это везде делают да вот и посмотрим как она будет красить вот выставляем на не на граммы а на миллилитры то есть на литры потому что плотность краски может быть разная можем и на килограммы поставить тогда будет даже вес вес и объем короче раз разница есть разнятся на в основном всегда литраж так вот мы забили и у нас вышла формула какого цвета какого компонента сколько нам нужно 0 опять же высокоточные часы в весы да это был алексей лосье видели он тоже как бы показывал но мы покажем другой немножко процесс выбираем компоненты вот нам дали компонент 501 компонент смотрим сколько этого компонента нам нужно 32 и одна десятая грамма и наливаем по весам вот как видно 22 и 7 это у нас 401 компонент это не будем мешать как бы остальные компоненты также добавляются краска доводится до своего нужного колора вот это вот тоже самое допустим чтобы если бы вы подъехали на подбор и приобрели себе там какое-то количество краски для покраса именно пульверизатором с компрессора да то есть краска та же самая тот же самый у вас цвет это именно ваш цвет который вам подобрали но так получилось что пульверизатор у вас нету да и для этого загоняем красочку в валу исходит выкраска как бы что-либо смешиваем сушечкой все так же дождались куда слой подсохнуть даже вот некоторые не делают не слойную сушку цвет краски тоже от этого меняется в насыщении то есть отсюда не прокраска отсюда и яблочник все это надо делать как бы хотя бы немножко придерживаться технологии не надо выжидать 10-15 минут достаточно чтобы вот вы смотрите чтобы краска у вас стала матовой как видите густая вот это рецепт того но что мы наливали стёблым акцентом во-первых тоже есть нюанс почему мы делали 100 грамм почему как бы не желательно делать больше 100 грамм просто она рассчитана на 100 грамм ну и вообще как бы баллоны загоняются 100 грамм но 150 это редко максимум как бы ну я объяснял если допустим 150 загонишь она будет густовато на эту массу просто если загнать больше тоже в баллоне есть нормы там по давлению в емкости столько куда можно загонять там же уже есть объем растворителя объем воздуха объем газа вот это специально если загнать больше его может вот для того что порвать пимпку она нам не надо вставляем вместо нее с усилием нажимаем оп все вставляем все много подгоняем по высоте чтобы был упор ставим рычаг фиксатор и в принципе все можно работать потом еще по высоте подрегулируем в процессе с усилием давим оп поршень пошел поршень закачивает уже в баллон то есть он не с первого раза закачивает частями, порциями примерно 13 таких движений поршня я думал чпок туда и все то есть он берет какую-то дозу он берет там поршень он берет на объем этого поршня краски забирает туда и вкачает там все оно закачалось или нет просто крышечку открываешь фиксатор чуть открутил крышку приподнял посмотрел дно видно ушло пустая банка ну вот этот поршень сама система вот и все дела красочка уже у вас в баллончике именно вашего цвета такой примерно что там цвет закачанный да, чтобы баллончик у вас все одинаковые если вы пользуетесь часто ими то есть для подкраски или для чего-то берите чтобы вы видели какая краска у вас там находится тщательно взбалтываем по объему в принципе это стандартное что в магазине покупаете баллоны то же самое, да? то же самое и вот есть уже готовый лак в баллонах 400 миллилитров продается уже с завода закачивается ну лак он везде лак это если цвета могут быть разные оттенки вот люди еще путают, да, говорят что без отвердителя он там типа как в баллончике может быть с отвердителем то есть он полноценный лак который потом можно сполировать будет если ты его хорошо нанесешь да, он нормально просто есть тут уже этот непосредственный лак тут уже совсем другая химическая реакция идет когда его наносишь из баллона он просто затвердевает кристаллизуется за счет того что идет реакция с воздухом с молекулами кислорода с молекулами воды то есть в баллоне там закачаны вещества секретные то есть мы об них не знаем и вы тоже которые не дают идти в реакцию вот этой вот самой реакции для кристаллизации лака это химия, все химия ну понятненько ну и небольшую интригу введем вот у нас матовый лак выглядит он вот так вот кто может есть в своем городе да, кто не в Беларуси можете найти такой фирмы фирмы Лехлер, да стоит он где-то в два раза дороже чем обычный в полтора раза примерно он дороже в полтора раза дороже он обычного просто за счет того что именно вот эта добавка матоваясь она сама по себе дорогая штука ну они там скорее всего не ее добавляют они там что-то химичат я облазно говорю, а не штукно туда что-то ну нет, это химичат ну лак он чуть-чуть другой ну скажем спасибо урок был очень интересный потому что про баллончику уже действительно народ постоянно пишет ну не у всех есть оборудование да, а хотелось бы все-таки на машине есть хотя бы на четверочку чтобы она выглядела, да не все конечно покрашут ну а завтра мы покрасим с вами из баллончика, посмотрим что из этого выйдет как, с чего нужно придерживаться чтобы аккуратно и без потеков с глянцем покрасить баллончик еще есть вот такой вот лачок то есть он получается кстати дешевле чем брать комплект да, с отвердителем у него есть плюсы и есть минусы ну плюс, вот лак однокомпонентный то есть лак уже разведен ну вот расскажите по этому лаку лак итальянский однокомпонентный то есть ни с чем он не размешивается ни с каким, ни с отвердителем ну растворитель в принципе это можно по желанию но как бы не рекомендуется добавлять суть его в том, что он когда наносится с пульверизатора так же само молекулы лака соприкасаются с молекулами воздуха которые находятся в воздухе просто ну кислород H2O и идет кристаллизация за счет этой химической реакции ну минус в том, что если банку открыл то допустим месяц он стоять не будет у тебя уже приоткрыт завтра придете он уже застыл нет, завтра он еще будет нормальный просто надо его в течение скорого времени расходовать использовать не то, что там три часа, пять часов ну в принципе кто вот боится развести да, я думаю лучше взять если ты знаешь, что тебе 800 грамм надо где-то взял банк ну пусть 200 эти останутся но ты уже точно его попал развел как надо но плюс для новичков плюс в том, что он в принципе предназначен для быстрых ремонтов да потому что его нанес он высох и буквально через три часа ты можешь его полировать вот кстати вот-вот про быстро сохнущее и спрашивали то есть сохнет он буквально через три часа можешь полировать сохнет быстро почему? потому что для него в принципе температура не важна там плюс десять или плюс тридцать градусов опять же это минус подтеки правильно? минус подтеки быстро сохнет, в подтеках нет подтеков на нем практически не бывает так что вот новички смотрите есть вот такой вот и допустим для для наших гаражников у которых ну которые красят допустим зимой а температуру в гараже поддерживать ну практически нереально всегда прохладно там это вот самый оптимальный вариант кстати вот это вот очень-очень такая насущная потому что не надо температуры не надо температуры сохнет быстро но он не керамический идет да он по твердости какой вот если вот ХС ВХС по твердости ХС ХС да ну вообще отлично так что есть такой лак чтобы не сделать подтеков ребята смотрим передачу подписываемся на канал посещаем этот чудесный магазин мы сюда еще не раз придем поговорим и о красках и материалах о шпаклевках о плюсах минусах найдем короче тему что вас интересует ну вот в принципе как бы сегодня я вас познакомил да в комментариях можно обсудить что вас интересует именно что мы что вы хотели бы чтобы мы сняли именно в этом магазине то есть по материалам что-то ознакомили вас или с материалами какими-то какими-то расходниками для покраски да какой фирмы там бывает что там бывает ну всякие такие вопросы которые можно отснять в этом магазине которые вас интересуют то есть как бы хозяин любезно согласился хозяин назвать Алексей сеть этого магазина по всей Белоруссии вообще эта фирма занимается оптовыми продажами так что у кого там своя фирма или автосервис вы можете заключить с ними договор контакты как бы там цены там гораздо ниже чем розничные да то есть фирма имеет много щупелец по всей Белоруссии то есть вы можете задавать вопросы ну вопросы связанные именно с тем какие бы материалы вы хотели посмотреть с какими материалами сейчас прохожих пропущу вы хотели бы познакомиться еще короче задавайте вопросы будем по комментариям смотреть ну надеюсь вам понравился сегодняшний урок не урок а обзор да и то есть следующее будет еще интереснее на следующем обзоре мы это уже будет уроком мы покрасим этой красочкой покрасим крылышко новое сауди да если что я его потом сотру эту краску покрасим крылышко то есть покажу как нужно красить из баллончика чтобы не наделать подтеков ну дядя Олежа будет стараться не факт что он не наделается сразу предупреждаю что даже специалист баллончика красит в 80% случая это получается удачно ну и 20% на косяк ну а на сегодня все следующее видео не заставить себя долго ждать оно выйдет уже завтра всем здоровичка крепкого солнышка такого же птичек чтобы пели быстрее у вас да чтобы морозы ушли ну и добра и бабла правильно